СПК Аркасула Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирины Никешина. Здравствуйте! В октябре 2017 года в Коткино открыли ферму с беспривязным содержанием коров. Это позволило увеличить удой с каждой коровы. Рост производственных показателей в хозяйстве, в свою очередь, позволил увеличить объемы молока, вместе с тем и молочной продукции – масло, сливок, сметаны и творога. И так давно ассортимент продукции и производства СПК Аркасула пополнил сыр. По словам Алексея Коткина, у местных жителей он пользуется большим спросом. СПК Сула в числе других хозяйств региона получают государственную поддержку в виде субсидии из окружного бюджета на каждый килограмм реализованного или отгруженного на переработку молока. Такая господежка дала возможность колхозу аккумулировать полученные из окружной казны средства и вкладывать в развитие собственного производства. Жители региона стали чаще обращаться в многофункциональный центр. Показатели за прошедший год выше по сравнению с итогами 2017-го. Кроме того, в несколько раз выросло количество предоставляемых услуг в электронном виде. Об этом и не только в интервью нашей съемочной группе рассказал директор МФЦ Нинецкого округа Эдуард Бухарин. Эдуард Викторович, здравствуйте. Мы, может быть, начнем с подведения итогов работы многофункционального центра за прошлый год. Много ли было обращений жителей и больше ли это, может быть, чем в 2017-м? В 2018-м году МФЦ в округе работало в штатном режиме, то есть во всех офисах ввелся прием заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг. По результатам 2018-го года зафиксировано порядка 100 тысяч обращений у нас. Это на 22% больше, чем в 2017-м году. По результатам этих обращений мы оказали 57 тысяч, порядка 57 тысяч государственных и муниципальных услуг. Это по сравнению с 2017-м годом примерно одинаково. Однако у нас в три раза увеличилось количество заявителей, которые получали услуги в электронном виде самостоятельно в офисах МФЦ. Это порядка 4 тысяч граждан. Думаю, что в 2019-м году эта тенденция на увеличение продолжится, поскольку получать все-таки услуги в электронном виде гораздо удобнее, быстрее. И мы ведем эту работу разъяснительную, чтобы граждане понимали. И у нас пока, скажем, получается. То есть какие самые основные услуги оказывают многофункциональные центры и какими услугами чаще всего как раз пользуются жители нашего округа? Более 50%, скажем, более половины оказанных услуг, это у нас услуги традиционной социальной защиты. Затем идут услуги Росреестра, Центра занятости и МВД соответственно. Если говорить о каких-то нововведениях, то есть есть что-то новое в работе многофункционального центра за последнее время? В 2018-м году мы сделали реконструкцию нашего филиала выскателей, то есть для работы с маломобильными гражданами. Сделали ремонт, привели в соответствие с единым стилем, с требованиями центральный наш офис. Мы увидели, сейчас съемка была. В общем-то начали оказывать услуги по выдаче биометрических паспортов нового образца. В прошедшем 2018-м году у нас год запомнился избирательными кампаниями. Мы также вели прием, это для нас была новая услуга, прием заявлений на участие в выборах граждан по месту их пребывания. Тоже порядка 800 граждан, 800 заявлений мы приняли. Вы сказали, что электронные услуги стали чаще, чаще электронными услугами пользоваться население. Среди них, наверное, есть и пожилые люди, которые, может быть, в силу возраста, понятно, им, скажем так, как раз таки современные технологии, возможно, сложнее. То есть они сильно тоже подключаются, работа с ними в этом направлении ведется. Да, да. Ну, естественно, они, приходя к нам в офисы МФЦ, это касается и городских офисов, в том числе и населенных пунктов наших. Вот. Наши сотрудники, ну, как бы, помощь оказывают им в получении этих услуг, немножко где-то консультируют. Если говорить о планах на ближайшее будущее, может быть, тоже какие-то изменения планироваться на работе? Ну, планы, да. Планов много нам. Самое главное в нашей работе – это, в общем-то, переход все-таки на электронные документы оборот. Полностью, в целом, на 100%. Сейчас мы эту работу ведем. У нас в большинстве своем, в подавляющем большинстве, все услуги окажутся в электронном виде уже, без бумажного носителя. И 2019 год мы хотим полностью исключить, где это возможно, бумажный носитель. То есть все в электронном виде. Далее планируем мы в этом году, в 2019 году произвести закупку криптокабины. Это для получения паспортов нового образца. То есть это уже у нас в МФЦ стационально будет стоять. И люди уже самостоятельно, то есть наши сотрудники уже самостоятельно, без сотрудников МВД, будут оказывать эту услугу. Ну, это такие планы на 2019 год. Пока. С 3 до 5 миллионов рублей увеличена максимальная сумма микрозайма для субъектов малого и среднего предпринимательства. Новые правила микрофинансирования МСП вступили в силу с 1 января текущего года. Кроме того, с этого года Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО снизил процентные ставки по 5 микрозаймам. Решение о снижении процентных ставок было предложено бизнес-сообществом на Координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории региона. Не по всем видам микрозаймов максимальная сумма повышена до 5. То есть у нас существует 8 видов микрозаймов, соответственно, по разным программам. То есть это разные целевые использования, и поэтому в зависимости от вида мы установили сумму микрозаймов. Для старта максимальная сумма 1 миллион рублей, на доверие у нас 300 тысяч рублей, ну и остальные виды микрозаймов, такие как новотех, бизнес-инвест, бизнес-оборот, коммерческая недвижимость и северный завоз, мы установили максимальную сумму 5 миллионов рублей. Теперь ставка по микрозайму старт для начинающих предпринимателей составляет 5% годовых на срок не более 24 месяцев с максимальной суммой в 1 миллион рублей. Процентная ставка микрозайма бизнес-инвест на инвестиционные цели снизилась с 7 до 6%. Стоит отметить, что микрозайм предоставляется под залог и поручительство до 5 миллионов рублей сроком до 5 лет. Еще один микрозайом «Сельский» направлен на помощь предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере производства, хранения, сельскохозяйственной продукции или в сфере рыболовства, переработки рыбы, а также изготовления рыбной продукции. Процентная ставка теперь составляет 5% годовых, максимальная сумма предоставляемых средств – 5 миллионов рублей, срок кредитования до 24 месяцев. Процентная ставка микрозайма «Новотех» под залог приобретаемого имущества снизилась сразу на 2% и составила 6% годовых. Микрозайом предоставляется для приобретения нового оборудования, техники и автотранспорта. Его максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей. Для приобретения зданий, сооружений или земельных участков, используемых для бизнеса, введен микрозайом «Коммерческая недвижимость» с максимальной суммой до 5 миллионов рублей. Его ставка равна 6% годовых. Еще одна важная новость для тех, кому нужен микрозайом без залога. Максимальная сумма микрозайма на доверие увеличилась до 300 тысяч рублей. Требования представительного бизнеса, они едины для всех сумм, то есть независимо от суммы. Конечно же, платежеспособность. Мы проверяем заемщика на благонадежность, проверяем финансовую отчетность, финансовые показатели и делаем вывод о возможности предоставления суммы. Также смотрим залоговое обеспечение. Заявка выносится на рассмотрение комиссии и комиссия принимает решение уже положительно и отрицательно, исходя из всех этих факторов. В прошлом году 28 субъектов МСП Нинецкого округа получили льготные займы. Общая сумма выданных заемных средств составила порядка 46 миллионов рублей. Подробнее о микрофинансировании можно узнать в Фонде поддержки предпринимательства и предоставления гарантии Нинецкого округа, который расположен по адресу улица Нинецкая, дом 3, сокольный этаж. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». 18 студентов Наринмара десантировались в окружную полицию. Это учащиеся Нинецкого профессионального училища, социально-гуманитарного колледжа и Нинецкого аграрно-экономического техникума. В столице округа в эти дни уже в шестой раз проходит всероссийская акция «Студенческий десант». Поездка на полицейском триколе и экскурсия по технопарку окружной полиции – такая возможность у норинмарских студентов случается только раз в году, в преддверии празднования Дня российского студенчества. «Очень пока нравится. Покатались только на триколе, спускались, очень понравилось. Сейчас вот будем плавать. Так нам будут показывать обмунирование, это всегда интересно, заинтересовывает подростков, таких как я». Таких, как Александр, собралось 18 человек, по 6 студентов от каждого учебного заведения Норинмара. Учащиеся уже успели посетить музейный уголок окружной полиции, а также узнали все о поступлении в высшие учебные заведения в системе МВД России и прохождении службы в органах внутренних дел. Затем дружно отправились в поселок Искателей для знакомства с работой ГИБДД. Участие в акции «Студенческий десант» для учащихся учебных заведений Норинмара – это хорошая возможность познакомиться с работой полицейских, понять специфику и различные нюансы службы в органах. «В рамках акции у них есть возможность получить кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел, в частности, у нас в Управлении МВД России по Нинскому установленному округу. Также мы проводим для них обзорные экскурсии по подразделениям. То есть студенты получают представление о том, чем и как занимаются конкретные подразделения в управлении». Продолжилась акция «Студенческий десант» в бассейне Дворца спорта «Норд», где команды студентов соревновались между собой. «Решил поучаствовать в этом году в студенческом десанте. Мне довольно-таки это понравилось, потому что я узнал много нового о полиции, поучаствовал в соревнованиях по плаванию». Соревнования в рамках акции «Студенческий десант» продолжатся волейболом и мини-футболом. «Это, конечно, привлечение молодежи к занятиям спорта. Это пропаганда здорового образа жизни и, наверное, популяризация того, что все сотрудники у нас, они все занимаются спортом и должны быть физически здоровы, физически выносливы. И поэтому у нас проходит такая спортакляда». Впереди у студентов еще три дня, чтобы продолжить знакомство с работой стражей правопорядка. Награждение победителей и чаепитие в управлении пройдут 25 января. Непосредственно в главный праздник для студентов. Александр Литкова, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Большой теннис в Наринмаре постепенно набирает популярность. Ведущую роль в этом сыграло открытие в Норде современного корта. Уже проводятся соревнования. Кроме того, все больше жителей Наринмары записываются в секцию и приобретают абонементы на занятия с инструктором. Мой коллега Иван Кутейников тоже взял в руки ракетку и попробовал свои силы в этом виде спорта. Александр Семенов занимается теннисом около года. Еще одно его увлечение – хоккей. Более силовой и жесткий вид спорта. И, конечно, весьма травмоопасный. Поэтому в последнее время шайби и клюшки предпочитает ракетку и мяч. Причем, если сначала он выходил на корт просто ради удовольствия, то сейчас Александр намерен серьезно повысить уровень своей игры. Пытался на турнир выставиться с ребятами, всегда занимая крайнюю позицию. Вернее, крайнюю. Два раза в турнирах ни одной победы. Естественно, посчитал, что опыта не хватает и надо сходить к тренеру, потренироваться. Вот месяц прихожу уже, тренирую здесь. И таких историй здесь хватает. С появлением современного корта большой теннис в окружной столице только начинает набирать популярность. Но интерес к нему уже немалый. А разнообразный тренировочный процесс помогает лучше вникнуть в самые значимые аспекты игры. Хотелось чем-то заняться новым, интересным. Мне нравятся движения, сосредоточенности, игра команды. И тренер очень интересно преподает занятия, игры различные нам устраивает. Любой желающий со временем может серьезно разнообразить свой технический арсенал. В теннисе это играет важную роль. Неподготовленному спортсмену с первого раза качественно выполнить определенные элементы практически нереально. Подача – один из самых важных элементов в большом теннисе. Причем, если придерживаться всех правил, то мяч должен перелететь через сетку в противоположный по диагонали квадрат. Я никогда этим видом спорта не занимался. Сейчас посмотрим, что у меня получится. В цель попал, но для того, чтобы серьезно осложнить жизнь своему оппоненту, подавать, конечно, нужно гораздо сильнее и острее. По словам инструктора по большому теннису Дворца спорта Норт Никиты Панова, процесс оттачивания техники различных ударов небыстрый. К тому же не стоит забывать и о своей физической форме. Понятное дело, что ФП, то есть наша выносливость, она и влияет на теннис, то есть на весь спорт. Но, как правило, в теннисе больше минут, где-то полчаса, минут сорок – это у нас техника, а потом все, это у нас идет выносливость. Так что да, выносливость – это надо. То есть нам нужно работать ногами больше. Отрабатывать удары помогает и вот такое чудо техники – так называемая теннисная пушка. Подает мячи по строго заданной траектории с одинаковой скоростью. По сути, это автоматизированный спарринг-партнер. Овладеть азами игры может практически каждый. Это лишь вопрос времени и усердия. А вот перейти на следующую ступень уже гораздо сложнее. Если вы хотите играть профессионально, то, конечно, для этого нужно откладывать деньги. То есть даже понимать родители, то есть если они хотят учиться с ребенком, то они должны прикинуть, ага, то есть я в год буду давать миллион, допустим, да, детей. И опять же, опять, не только тренироваться, нужно какие-то соревнования, правильно? То есть тренируемся, участвуем в соревнованиях. И опять же, это что? Это надо тренер платить, это надо выезд, то есть куда-то, да. Впрочем, для начала можно просто записаться в секцию или приобрести абонемент. Также при желании корт можно арендовать. Ну и не стоит забывать про соревнования. Тренировки тренировками, а турнирные игры – это уже совсем другие эмоции. Иван Кутенников, Игорь Тарасевич, Телеканал Север. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Сㅎㅎ Иван Кутенников, Игорь Тарасевич, Телеканал Север. Продолжение следует...